Город начали готовить к майским праздникам. Рабочие обновляют краску на дорожных ограждениях, ремонтируют лестницы, фасады зданий, моют памятники и мемориальные зоны. На очереди запуск фонтанов, акарицидная обработка и ремонт подземных пешеходных переходов. На что уже приятно посмотреть, расскажет Зоя Зотова. Масштабная уборка в городе стартовала в прошлой выходе. Неравнодушные кировчане вышли на субботник к парку цирка. А уже сегодня изменился внешний вид и аллей на Октябрьском проспекте. Весь мусор теперь вот в этих мешках. А вот и рабочие с ведрами краски, кистями и валиками обновляют ограждения на Октябрьском проспекте. На очереди заборы, бордюры, урны и, конечно же, скамейки. Неровен час, когда присаживаться на лавочку, будет и вовсе небезопасно. Их должны окрасить. При этом зачастую обработанные элементы не огораживают ни сигнальными лентами, не вешают какие-то объявления о том, что кировчанам присаживаться на них будет небезопасно. Внешний вид стадиона «Динамо» тоже меняется, правда, пока снаружи. Здесь идет косметический ремонт, а городская лестница напротив стадиона больше не будет опасной для спуска. Покосившиеся ступени возвращают в исходное состояние. Фасады зданий тоже обновляют. Ну как обновляют? Вот, например, здание кунсткамеры затянули в огромный баннер, который имитирует отреставрированный фасад. Скорее всего, это сделали как минимум для безопасности граждан, потому что из разрушающегося фасада выпадали кирпичи прямо на пешеходную зону, а также, наверное, чтобы было не стыдно перед горожанами. К сезону готовят и фонтан на театральной площади. На инженерных коммуникациях устраняют дефекты, после чего их должны промыть и проверить всю систему. А замечают ли кировчане, что Киров становится чище? Нет, пока не замечал, если честно. Видно, что чище стали дорожки, всякий мусор убран. Хочется большое озеленение, вот честно. Сегодня прогуливаюсь по театральной площади. Везде порядок, чистота. Хожу пешком и наблюдаю. Возле цирка хожу, там прибираются. По Некрасу хожу, там у дворца пионеров. Ну, чувствуется, что народ, конечно, ждет что-то такое праздничное. Ну, нет вот такой искры. Особое внимание уделили памятным местам. В этом году в Нововятском районе отремонтируют мемориалы возле Дому культуры России и на площади Победы. Но на этом благоустройство в Нововятске не заканчивается. Сегодня субботник проходит уже в данный момент в парке ЛПК в районе памятного Ленина. Также силами территориального управления на текущую неделю пройдут два субботника. Мы будем прибирать скер в районе дома 12 по улице Советской. И также мы будем прибирать территорию в районе мемориала, который будут ремонтировать на площади Победы. Обновить, прибрать, отмыть и отремонтировать. Все планируют к майским праздникам. А также провести обработку территории от клещей. Зотова Никита Луковников, Бюро Новостедовича.